Версия Мне так не видно Что-то ты сюда А что-то прямо поставил А ты это выключила Сережа, напомни Такой главный стих Солене 21, главный стих Солене 21, главный стих Солене 21, главный стих Услуживаю Теперь буду назвать Помолимся. Господи, благослови наши занятия. Не дай уклониться ни на право, ни на лево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Книга Откровений, Святого Иоанна Богослова, 21 глава, 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его истинный имму». Полкование. В нашем случае измерение дает описание измеряемого, дабы показать величие, соразмерность, симметрию, великолепие и красоту города. В отличие от 11 главы 1 стихе, измерение совершает здесь не апостол, но сам ангел. «Величие и красота будущего города неизвестны людям, но открыты ангелам. Через откровение Иоанна ангельское разумение о городе передается и людям, ибо мера человеческая, какова мера и ангела». Для измерения ангел имеет золотую трость. Пророческим измерением тростью мы встречаемся также у пророка Иезекиля, 40 глава, 5 стих, 42-16, и в книге «Откровение» 11 главе 1-2 стих. Трость имела значение определенной единицы измерения. Так, например, у Иезекиля она была 6 локтей, считая каждый локоть локоть с ладонью. Иезекиля, 40 глава, 5 стих. Величина апокалиптической трости нигде не указана. В отличие от предыдущих случаев, этот ангел имел золотую туговость. Этим указана досточестность этого ангела, как и еще большую досточестность величия и славы измеряемого Нового Иерусалима. Новый человек, который подсоединился, там огочий какой-то, гем ада. Микрофон выключите, пожалуйста. «Ангельскому измерению, разумею, подлежит город, ворота и стена его. Хотя в дальнейшем тайнозрителям будут сообщены результаты измерения только города и стены его. О воротах же ничего не будет сказано». Тамогочий, я вас отключаю, вы мешаете. Вопросы. Идем дальше. Откровение, 21 глава, 16-17 стихи. «Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и ширина. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны, и стену его измерил во сто сорок четыре локтя. Меру и человеческую, какова мера и ангела?» Толкование. Стадия древнегреческая мера длины, составляющая около 185 метров. 12 тысяч стадий – это 2 миллиона 220 тысяч метров, 2220 километров. Таким образом, небесный город представляет собой вкуп ребром в 2220 километров. Чтобы лучше представить себе величину города, укажем примерно вершины квадрата, который мог бы занять основание города, будь он на нашей земле. Москва, Омск, северная часть Петербурга, город Халеб в Сирии. Возвышался бы город примерно на треть радиуса земли. Радиус земли равен 6378 километров. Высота стены – 144 локтя. Так как указано, что мера ангела совпадает с меры человеческой, то можно здесь разуметь обычный локоть, то есть примерно полметра. Значит, высота стены – примерно 72 метра. Это соответствует высоте 24-этажного здания. Для нашего воображения это, безусловно, очень высокая стена, но она ничтожно мала в сравнении с высотой города. Ниже в 3833 раза. В таком случае, всю массу построек города можно представить себе в виде террас восходящих от стен города к его вершине, увенчанной престолом Бога и Агнца. 22 глава, 1 стих. Впрочем, сам текст апокалипсиса на это никак не указывает. Сказано только, что основание квадратное, что длина города равна его ширине и высоте, и даны величины длины и широты и высоты города, а также высота его стен. Так эти числа указывают на неописуемое величие и неизреченную красоту, симметрию и соразмерность города. Как возвышены для меня помышления твои Божия, и как велико число их, стану ли исчислять их, но они многочисленнее пицка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Истины слова Христа. В доме отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Евангелие Таана, 14, 2. Апокалиптические числа указывают на эту множественность обителей в доме отца небесного. У него все найдут место. Вся великая семья, чад его, собранная со всех концов земли, из всех народов и всех времен. Но эти числа указывают не только на нумерическое количественное множество обителей, но и на благодатное множество его даров. От полноты его все мы приняли благодать на благодать. Евангелие Таана, 1, 16. Это море благодати обильно и в самых разных видах проявилось во святых его. Пророки, апостолы, святители, преподобные, мученики, бессеребреники, праведные, юродивые. Обильно и многообразно будет и вознаграждение. Так, при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе. 1 Коринфянам, 15 глава, 42-45. Так, если уже в тлении, уничижении и немощи сеется такое изобилие и множественность благодатных сил и даров, о которых свидетельствует вся история церкви, то каково будет восставшее в нетлении, славе и силе? Каков город, таковы его обитатели, такова жизнь в нем. Помимо этого число 12 тысяч равно 12 умноженное на тысячу. Может означать тысячекратное умножение семени апостольцев. Апостолами, их учением и благодатью, приходанной через них, выселяется вся церковь, выселяется небесный город Иерусалим. И опять-таки размеры церкви города указывают, что она апостольская. Эрик Драйвер, отключите микрофон, вы меня слышите? На это же могут указать и размеры стен города. 144 равно 12 на 12. Сугубая проповедь апостольская. Вера апостольская, подтвержденная делами апостольства. Ранее, 7 глава 4 стих, мы видели всех верных, представленных как 144 тысячи запечатленных. Соответственно, этому символико-мистическому числу всех верных, стена города, их вечного жительства, измеряется 144 локтями. Ибо стена, по Андрею Кесарийскому, есть также божественное ограждение и покров, которым будут охраняемы святые. Андрей Кесарийский приводит еще такую расшифровку числа 12 тысяч. 12 тысяч делим на 7, равно 1714, равно 1000, плюс 700, плюс 14. 1000, означает совершенство бесконечной жизни, 700, совершенство покоя. 14 равно 7 умножено на 2, двойное субботство души и тела. Заметим, что деление Андрея Кесарийского 12 тысяч на 7 не случайно, ибо 7 число круга времен земных страданий. А 1714 равно 1000, плюс 700, плюс 14, теми умножить на 2, трижды указывает на совершенство вечного покоя. То, что число 12 тысяч равным образом длина, ширина, высота равны, потребляется трижды, указывает на обретение вечного покоя только в троице, причем равного с трине и в духе святом. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта, абсолютная незыблемость и прочность вечного города. Длина и широта, и высота его равны. Город живет жизнью Пресвятой Троицы, единосущной, нераздельной и неслиянной. Как не бывает длины без широты и без высоты, ибо все в этом мире трехмерно, так и Бог в трех ипостасях. А церковь в Боге Троицы, полнота наполняющего все во всем. В Христианном, 1 глава, 23 стихи. Как нельзя одно измерение отделить от другого, длину, а ширину, так и троица нераздельна. И как наоборот, нельзя свести одно измерение к другому, так не слитны ипостаси Троицы, и не сводимы одна к другой. Как длина, широта и высота характеризуют один и тот же объект, так и единосущные Троицы. Длина, широта и высота города равны, так равны в божестве Отец, Сын и Бух Святой. Небесный город Иерусалим предстал тайно зрителю обителью живоначальной, нераздельной и единосущной Троицы. Об этом написано на страницах Писания. Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божией. После описания размеров города Иоанн переходит к описанию материалов, из которых построен город. 18 по 21 стих. Драгоценность, сияние и красота камней, из которых состоит город, соответствуют духовному состоянию святых. Далее цитата. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. 1 Петра 2.5. Об особой утонченности и красоте возрожденной природы по кипяттия пророчества лысая. Иру, бедная, бросаемая бурю безутешная, вот я положу камни твои на рубине, и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней. Сая, 54 глава, 11, 12. Вместо меди буду доставлять тебе золото, вместо железо серебро, вместо дерева медь, вместо камней железо, и поставлю правителем твоим мир и надзирателем твоим правду. 2 Петра 6.6 глава, 12. У кого есть вопросы по прочитанному? Ставим дальше. Книга Откровений, 21 глава, 18 стих. Стена его построена из ясписа, а город был чистая, золотоподобен чистому стеклу. Толкование. Стена города построена из ясписа, это то, о чем пророчествовал еще Исайя. И сделаю всю ограду твою из драгоценных камней. Пророк Исайя, 54, 12. О ясписи, смотри, 4 глава, 3 стих, и 21 глава, 11 стих. Этим означена всегда цветущая и неувидающая жизнь святых. А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Нам сегодня непредставимо такое сочетание, золото прозрачное, как чистое стекло. Это говорит об изменении и просветлении природы будущего века. Сочетание блеска золота и прозрачности стекла показывает святость, великолепие, драгоценность, с одной стороны, чистоту, ясность и светлость, с другой стороны. Таковы святые. Таковы они уже в этом веке. Таковы им уготованы обители в будущем. Такова природа всего города и построек, и улиц его. Сочетание блеск, и 21. Такова природа церкви. Вопросы. Сокровение 21, 19, глава 23. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание. Основание первое яски, второе сапфир, третье халкидон, четвертое сморак, пятое сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое верил, девятое топаз, десятое хризопрад, одиннадцатое гиацин, двенадцатое аметис. Толкование. Еще не ясно, как скрытая туманной далью видела Исаия. И сделаю основание твое из сапфиров. 54, глава 11. Иоанн видит уже подробно все 12 оснований, украшенных всякими драгоценными камнями. Мы уже ранее видели 12 оснований стен города с начерпанными на них именами апостолов. Теперь говорится, что эти основания были украшены всякими драгоценными камнями. Это камни громадной величины, своим чудным видом украшающие вид всего города. Весь город переливается неизвеченными, дивными, разными цветами преломленного в этих камнях негварного цвета. В нашем мире, цитирую, «не видел того глаз, что приготовил Бог любящих его». 1 Коринфянам 2.9. Эти 12 камней оснований с начерпанными на них именами 12 апостолов весьма напоминают наперстник судный, носимый в Ветхом Завете Первого Священника. Вот 28, глава 15-21. Там также было 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печатях именами 12 колен Израиля. 8 камней Ветхозаветного Архиерея совпадают с камнями Нового Иерусалима, но 4 – Анфракс, Лигурия, Ахат и Асиния – заменены в Новом Иерусалиме на Халкидон, Сардоникс, Хризапракс и Гиацин. Названия камней в разных переводах Библии несколько отличаются друг от друга. Андрей Кисарийский видит в этом указание на согласие Ветхого Завета Сном, а также на преимущества святых в Новом Завете Просиявших. 12 драгоценных камней оснований соответствуют 12 апостолам. Провести точно соответствие между камнями и апостолами представляется трудным, так как мы не обладаем ни достаточным знанием совершенств и характерных особенностей каждого из апостолов, ни знанием точного соответствия различных свойств камней с качествами духовными. Не как утверждение истины, а скорее как некое гадание о ней в 1 Коринфянам 13-12 приводит Андрей Кисарийский такое сопоставление, пользуясь словами, сказанными святым Епипанием о камнях в применении к начальникам колен Израилевых. Точно ведает об этом только сам Бог, давший откровение. Приведем теперь свойства камней и соответствие их апостолам по Андрею Кисарийскому. Первое. Яспис по цвету подобно изумруду зеленоватый. Это верховный Петр, носивший в теле мертвость Христову, показавший непрестанно цветущую и неувидающую к нему любовь и теплую верою наставивший нас. Второе. Сапфир. Небесно-голубого и прозрачного цвета. Это подобный небесному телу блаженный Павел. Строго говоря, имя апостола Павла не должно входить в этот список, ибо он не из двенадцати, генадий фас, посещание. Восхищенный даже до третьего неба. Второе. Коринфянам 12.12. И привлекающий других удар. Третье. Халкидон. Небесно-голубого цвета, наполовину прозрачный, оттененный другими цветами. О нем Андрей Кесарийский пишет так. Халкидон не носился на равнике первосвященника, но анфракс не упоминаемый здесь. Поэтому мы думаем, не назван ли этим именем святой анфракс. Анфракс же уголь и обозначает блаженного Андрея, вожженного духом. Самаракт. Нежно-зеленого цвета. Андрей Кесарийский называет его камнем, питающимся елеем, и от него получающим блеск и красоту. Им означается проповедь Иоанна, божественным елеем, умягчающего происходящее в нас от греха, и драгоценным даром благословения, дарующего нам никогда не ослабевающую веру. Пятое. Сардоникс. Цвета светло-розовой крови под ногтем пальца. Цвета светло-розовой крови под ногтем пальца. Один из более известных и употребительных драгоценных камней древности, представляющий собой несколько измененный вид оникса. Это Иаков, прежде других, претерпевший за Христа умерщвление, на что и указывает ноготь, не испытывающий боли при обрезании. Шестое. Сердолик. Красный, черта глава третий стих. Красный, как хрубин, блестящий. Целебный при опухолях и язвах от железа. Филипп, просвещаемый огнем духа и врачующий душевные язвы прельщаемых. Хризалит, прозрачный, с желтовато-золотым блеском. Морфоломей, блистающий добродетелями и проповедью. Вирил, цвета морской воды, а также воздуха. Фома, совершивший дальнее путешествие для спасения индийцев. Топас, зеленовато-желтоватого цвета или черного, источает млекообразный сок, целебный для глазных болезней. Матфей врачует Евангелием слепых сердцем и напаяет молочком новорожденных в вере. Хризалит, прозрачный, зеленоватый, часто ударяющий в желтизну прозрачный камень, превосходящий по блеску само золото. Хриса, по-гречески золото, а праз зеленый. Микрофон выключите. Зеленоватый оттенок напоминает свет мертвого тела. В связи с этим, святой Андрей Кисарийский толкует. Превосходящий блеском золота, хризопрас означает блаженного фаддея, благовестившего царю Эдесскому Афгарю Царство Божие, означаемое золотом и мертвость в нем в отношении всего греховного. Знаменуемую празднуем. Одиннадцатая, гиацин, подобно гранату темного красного цвета. Лазаревый или небовидный. Симон, ревнитель христовых дарований, имеющий небесное мудрование. Двенадцатая, аметист, бледно-фиолетового или багряного цвета. Матфей, удостоившийся божественного огня при разделении языков, из-за пламенного влечения благоказать избравшему, заменивший место отпавшего. Таковы цвета и свойства двенадцати апокалиптических камней оснований Нового Иерусалима, показывающих его неотмирную красоту. В них очевидно преобладание зеленого цвета. Дина же, стоящая на двенадцати камнях, из ясписа целиком зеленая. Само светило города, подобно кристалловидному зеленому яспису. Их один и всюду зеленый цвет жизни. Не случайно и радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. Померкли все остальные цвета земной радуги. Остается только зеленый цвет радуги иного мира. Полный круг и зеленый цвет радуги явление тайнозрителю жизнь вечна. Явленное тайнозрителю жизнь вечна. Из всего спектра совершенства вырастает и расцветает город вечной жизни, невидающего вечного блаженства, и как камень не теряет своего цвета, так вечно пребывающая жизнь в городе. Как в зеленом стебле распустившийся прекрасный цветок, так золотой город. Их 18 и 21 основан и окаймлен зеленым основанием и стенами. Вечно зеленая неувидающая жизнь порождает золото божественной славы. Все же вместе цвета камней и оснований означает всю совокупность божественных совершенств апостолов, немеркнущую красоту основания города вечность. Камнями самоцветами сверкают все совершенства апостолов в божественном ожерелье и камне оснований города. Да украсит прекраснейший из сынов человеческих, в столом 44-3, и нас, недостойных своей небесной красотой. Такое толкование. Кто есть вопросы, задавайте. Книга Откровений, 21 глава, 21 стих. А двенадцать ворот, двенадцать жемчужин, «Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло». Толкование. Об этом писал уже пророк Исаия. «И сделаю ворота твои из жемчужины». 54 глава, 12 стих. «Если ворота примерно соразмерны стенам, 72 метра равно 144 локтя, то можно себе представить, из каких громадных жемчужин высечены ворота, как неописуема красота этих ворот». О значении двенадцать смотри толкование на стих 12-13. «Апостолы уподоблены жемчужинам, как получившие просвещение и блеск от единственной многоценной жемчужины Христа. То, что ворота из жемчужин означает, сколь велика цена входа в Царство Божие. Вы куплены дорогою ценою». 1 Коринфянам 6, 20. «Крови Бога-человека Иисуса Христа, капли крови из плечистых ран распятого, как многоценные жемчужины оросили многогрешную землю и омыли ее, переродили баней упаки бытия в землю новую». 12 жемчужин, ворот и 12 драгоценных камней оснований являют собой 12 патриархов Ветхого Завета, сыновей Иакова. Поэтому каждые врата были из одной жемчужины, ибо все колено усматривается в одном своем родоначальнике. Это и 12 апостолов Нового Завета, ранее уже виденник Таинозрителем в виде 24 старцев. 24 драгоценных камня – Церковь Ветхого и Нового Завета. «Как врата держатся на основаниях, так спасение ветхозаветных праведников коренится на ходатайе Нового Завета». Евреям 12, 24. «Благая весть 12 апостолов спасет и 12 колен Израилевых, как кровеносные сосуды связывают все тело с источником его жизни, сердца, и по ним струится кровь, которая есть душа, жизнь всякого тела». В 9, 17, 14. «Так улицы города пронизывают и связывают его, являются его жизненными артериями, улицами, сообщаются и связуются в один жизненный организм». В один жизненный организм различные части города. «Потому и в небесном граде улица одной природы с самим городом». О таинственном значении улицы мы видим в стихе 22 главе 1-2 стихи. «Она действительно будет той артерией, по которой от сердца города, от престола Божия будет истекать река воды жизни, напаяя и животворяя весь город. В этой воде жизни, струящейся по улице, вечная жизнь города». «Улица города названа в единственном числе. Как трудно себе представить город кубической формы, так и трудно себе представить его с одной улицы. В этом, как и далее, в том, что одно дерево жизни будет по ту и по другую сторону реки» 22 глава 2-й стихи. «Мы видим недоступность нашему разуму и представлению города. «Не видел того глаз, слыхало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Первое послание к Коринфянам, 2-я глава, 5-й стих. «Реальности неба не могут вложиться в сознание земное, поэтому Бог и показывает их Иоанну в образах представимых. Здесь должен смолкать земной разум и должно дать простор вере. Это постигается верой. Разум познает ему данное, видимое. Вера же есть, а сущность ожидаемого и уверенность невидимого». Евреям, 11-1. Надежда Васильевна, выключите микрофон. «Разум познает постигаемое, вера постигает непостижимое. Разум познает законы, вера таинство. В домостроительстве городов все ясно и постижимо. В домостроительстве благодати Божией Ефесянам 2, все таинственно и непостижимо. Церковь – великая тайна. Рассудок не может ходить по ее улицам, ибо тут все не так, как в мире земном. Здесь по этим улицам можно ходить только верой. Авраам верой обитал на земле обитованной». Евреям, 11-9. «И нам невозможно обитать там, в Вышнем мире, иначе пытающийся входить в город церковь рассудком непременно нарушит правила движения, не постигнет непостижимое, создаст хаос в ересе». Таков религиозный рационализм во всех своих формах, рационализм протестанства, сектанства. Рационализм, вступающий в обитованную землю, в город религии и постигающий его только разумом, подобен дикарю, вступающему в современный цивилизованный город и пытающийся ходить по ним так, как бродят в диких местах. Приведем цитату из книги священника Павла Флоренского «Толку утверждения истины». «Но вера, то, что называется разумная, то есть с доказательствами разума, вера по толстовской формуле. Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось мне как необходимость разума. Такая вера есть заскорузлый, злой, жесткий и каменный нарост сердца, который не допускает его к Богу. Крамола против Бога – чудовищное порождение человеческого эгоизма, желающего и Бога починить себе». «Много есть родов без Божия, но худшая из них – так именуемая разумная или, точнее, рассудочная вера. Худший, ибо кроме непризнания объекта веры вещей невидимых, она к тому же являет в себе лицемерия, признавая Бога, чтобы отвергнуть самое существо Его, невидимость, то есть сверхрассудочность. Что есть разумная вера?» – спрашивают себя. Отвечаю. Разумная вера есть гнусность и смрад пред Богом. Церковь же говорит устами Иертулиана, «Верую, потому что абсурдно, сверхразумно, поэтому верю, ибо не могу познать». Но так открыл Бог посему, «Верю в Господи, Господи Иисусе, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, ибо препрославлен Ты со безначальным Твоим Отцом и с Пресвятым Духом во веки. Аминь». Литва Святого Антиоха. Вопросы. Откровение, 21 глава, 22 стих. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог сидит житель, храм его и агнец». Толкование. «Иоанн, воспитанный в иудейском законе, долго живший в Иерусалиме, привыкший видеть сердцем, святоточием и красотой города величественный храм, часто молившийся там, Дианин, 3.1, естественно, пытался увидеть и в новом Иерусалиме его храм. Иерусалим без храма мог представляться апостолу лишь как тело без души, как дом без жильцов, но тщетны были бы все попытки увидеть в городе небо храм. Но помнит апостол сказанные неквенно слова Спасителя Самарянки. «Поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21-23 стихи. А вот еще и в древности сказано в Роке Иеремии, Иерусалим, «Те дни, говорит Господь, не будут говорить более, ковчег завета Господня. Он и на ум не придет, и не вспомянет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа». Книга Роке Иеремия, 3 глава, 16-17 стихи. Можно различать три периода в истории Храма Божия. Первый – Ветхозаветный. Был видимый, рукотворенный Храм в Иерусалиме. Там обитал Бог с людьми и принимал их поклонения и жертвоприношения. Второй – Новозаветный. Рукотворный храм заменен на нерукотворный. Иерусалим и его храм – это теперь церковь, невидимое тело Христово. Тщетно искать в Новозаветном Иерусалиме храм. Его там нет. Нет ковчега завета, он на ум уже не приходит христианам. В это время сам Иерусалим церковь называют, церковь называют престолом Господа. Книга Римея 3,17. Всюду, где невидимая церковь Божия, всюду, где есть верные, совершается поклонение Богу и агн, приносится бескровная жертва. Это значит, что настало время поклонения Богу в духе и истине, а храма уже не видно. Однако это не отменяет потребности христиан воздвигать Богу и видимые храмы, места особого присутствия Божия, места совершения богослужений. Христиане уже, в отличие от иудеев, могут повсюду строить храмы, а не в одном только определенном городе, и вообще везде совершать свои служения и священные действия. Третий период начинается после страшного суда и не имеет конца. Храма нет, ибо повсюду в небесном городе Иерусалиме место его особого пребывания, место собрания верующих для поклонения Творцу и Спасителю. Сам Господь Бог Вседержитель, храм его явный. Хотя в дальнейшем и в этом городе мы увидим престол его, как место его преимущественного пребывания. Так взор тайнозрителя останавливается после всех сокровищ города неба на его царе, боге и Вседержителе. «Блаженно чистое сердце апостола, сподобившееся зреть невидимого, закланный за грехи мира на земле, агнец там сам является храмом, отец и сын названы храмом». В стихе 22 главе 1 стихе мы видим и третью ипостась Пресвятой Троицы, Святой Дух. Сама Троица и есть храм неба, прославленная тварь, входящая в сей храм, ходит, погружается в недра троической жизни Бога, поклоняется в Боге, духе и истине, духу и истине. О, неизреченное блаженство жизни не с Богом, не перед Богом, а в Боге! Вопрос? Можно вопрос? Там мысль такая прозвучала, в толковании, приносится бескровная жертва. Как это понять? Вот у сектантов, у них же такого вообще понимания нету, да, в Еврохаристии? Ну, как они это понимают? То есть у них это хлебопреломление, а у православных христиан это бескровная жертва. Как это понимать? То есть бескровная она без крови, да, то есть, ну, получается, жертва, но без крови. Как бы мистическая такая жертва, да? Ну, как это получается? Потому что Ветхозаветним было явное, то есть, когда убивали животных, и явной проливалась кровь, то есть физическая. Потом, когда Христос был заклан на кресте, то явная пролилась кровь, физическая кровь. А теперь, получается, приносится бескровная жертва, то есть, явная кровь не проливается, но некая, как бы, да, какая-то, мистерия такая получается. Как это понимать духовно? Вопрос не понятен? Вот, вопрос понятен, да. Я бы ответил, но Игнатий, конечно. А это никак не надо понимать, надо принимать. Дело в том, что, когда совершается божественная литургия, и бывают такие вдохновенные служители, он прямо видит, берется младенец, нож, и он закалается, истекает кровь, и в чашу ее, то, прямо говорится, священник должен прекратить служить литургию. Это редкий случай, когда при нападении неприятелей и пожаре, все, священник не имеет права прекратить литургию. Здесь прямо повелеваются, а если вторично будет, и вторично прекратить. Опять он видит, третий продолжает служить, как ничего и не было. Никак нельзя это понять, потому что понятие наше сводится к тому, что мы что-то знаем, что-то с чем-то сравниваем, и так можно сказать, на что подобно. Здесь ни на что. На земле ничего этого нет. Бескровно, то есть, кровь здесь не проливается, а присуществление, это тоже новое слово введенное, вместо хлеба тело. Прямо настоящее тело и настоящая кровь. Но все это в виде хлеба подается, чтобы человек не отвращался. Все. Все. На этом рассуждение заканчивается. Дальше, если пойдешь, ты просто сам себя погубишь. Это невместимая тайна. Или принимаешь или нет. Сектанты просто отвергли. Отвергли, остались без церкви, без жертвы. Все на этом. Спасибо, Христос. Да. Ну, само слово присуществление, я насколько понимаю, оно пришло уже более позже, как характеристика, как бы что это такое, да? Присуществления оно не было. Приложение, как бы я так понимаю, было в православной церкви, а потом как бы стало присуществлением. Ну, как понимаем, и то, и другое не понимаем. Как можно понимать то, чего нет? И что не входит нигде в природу? Этого нет. А как так? А любите врагов? В природе не существует такого правила. Это понять никак нельзя. Просто нужно выполнить. А как? В чем заключается? Говори ему о спасении. Даже то, что явно физический человек стоит, и он ненавистный, сделал тебе большое зло, убил ребенка, там еще что-то. И продолжай слово любить, терпеть. Или как? Именно любить. Ну, кто поймет это слово? Господь только. И поэтому верующим, которым Бог это открывает, то есть в житиях святых мы встречаем. Внезапно эти люди обращаются к Богу. И здесь тоже. А как верить? Ну, никак. Просто встречается иногда так, что там иудей какой-то причащался, не верил там, и он что-то там говорил. А вдруг оказалось, что сам увидел, что идет здесь. А что назвали присуществление приложения? Ну, уберите эти слова, чтобы не было смущения. Господь показал на этом все. Изыскания закончились. Не входил я в великое, для меня недосягаемое. Не смирял я души моей, как дитя те, отнятого от груди матери. Так Давид говорил. Как ребенок, особенно он ищет вчерашнюю грудь матери. Я смирял себя. Или смиряюсь, или не смиряюсь. Вопросы не нужно задавать. Никак. Принял, поверил. Что такое вера? Осуществление ожидаемого. Уверенность в невидимом. Уверенность, что это именно так, а оно невидимое. Это прямо к этому относится. Мы берем это все верою. Никогда за это не переходи. Не допускай в мыслях. А вот позже, более поздние века, там пришло это выражение. Это выражение пришло, а суть оставалась первого века из трапезы, с вечери, которую сотворил Господь. Как адвентисты, другие говорят, это вот празднование воскресения от Константина пошло, это языческое. Там прямо написано, как у нас считаем воскресение, а у них День Господень, а Господом считалось Солнце. Зонт так прямо Солнце называется. Ну Солнце Господь. 83-12 Псалом считай. Мне как-то пришлось, там приехал кардинал католический. Я был на приеме у архиепископа Гедеона. Там книга написана каким-то тоже большим человеком, католик он подарил. И написано, что Нигде, в Священном Писании, Солнцем Господь не называется. Это языческое пришло название. Я говорю, как же, владыка? А мы, я говорю, написано 83-12 Псалом. Одно место только в Библии. Да вы что? Он открыл эту Библию, нашел, а потом, а книгу-то, которую подарил кардинал, он теперь, да я к ней не привязан, и сразу отложил в сторону. Вот знание Писания. Больше доказательств никакого нет. Да. Зонтак – это, значит, день Господа нашего Иисуса Христа. Он есть солнце и щит. Все. Все ярославские губерманы, говорят, на подходе исчезли, как дым исчезнут. Вот так мы должны понимать. Ты увидишь, где Господь сказал об этом? Не сказал, чего в Библии нет, о том не рассуждаем, святой Антлатоуст. А он имел какое образование? У Ливане учился? Самого великолепного философа. И, однако, дальше не заглядывал. Это не дано людям? Как блаженный Абгустин зашел до такой степени, что едва-едва не утонул на берегу моря. И ангел явился в виде ребенка и показал. Это невозможно. И вот весь ответ. Я верую, потому что абсурд. От Тартулианова выражение возьмите за основу. Отошел. Спаси Христос. Аллилуйя. Все вопросы? Вопросов нет. Час прошел у нас. Можно задавать теперь не по прочитанному вопрос руководительства. Можно я скажу? Я тоже сижу и вот Сергей читает. Я слежу и ничего не понимаю. Думаю, одна я дурочка. Или все не понимают. Оказалось, что действительно не разумеем. И все тут. Мир вам, братья. Это Роман Фроликов. Игнатий Тихонович, вот вопрос я вам писал-то. То, что вот о покаянии, когда вот на богослужении. Ну, вернее не на богослужении. После, когда таинство исповеди покаяния происходит у священника. То, если человек общими словами говорит, то есть не хочет как бы там, чтобы священник застрял внимание на каких-то грехах, да, в которых кается. Исповедуемый в покаянии кающийся. Но он в мыслях при этом кается Богу. Хвала ему. Вот. Бог в это время прощает через руки священника. Через, когда он, священник же говорит, что прощаются у тебя все грехи. Правильно? Не те, которые как бы вот он услышал, как бы, а как вот все. Значит, все прощаются. Роман, очень неопределенно говоришь, долго растягиваешь. Это можно выразить было бы полтора предложения. Научись кратко говорить. Ты пришел к врачу и сказал, у меня болит. Что болит? Ну, я в общем сказал, я про себя-то знаю, что я головой-то зря пьяный ударился о дорогу. Ну, не хочу говорить. А он будет исследовать это. Ну, болит. С чем ты пришел, с тем и уйдешь. А это врач. Причина такая. Я не хочу, чтобы там... А, вон чего. Златоуст говорит, сатана все перевернул. Бог дал человеку совесть, чтобы было ему стыдно делать грех. И дам путь к спасению раскаяния. Без этих священных рук священства нет отпущения смертным грехов. Как он может отпускать, разрешать, когда он не знает, что он разрешать будет-то? Кота в мешке принесли. Ну, дальше и рассуждай. Из этих даже вот слов, которые я сказал, явно дело, что я не хочу, чтобы знали, а зачем ты пришел к врачу? И врач ничего не знает. То ли у тебя ухо болит, то ли геморроем страдаешь. Надо же примерно хотя бы... Да и примерно никак не скажешь. Вот у католиков у них определенно. Он начинает ее расспрашивать, как... Она говорит, я впала в грех. А с кем? Потому что у него реестр. А эпидемия. У нас тоже. Роман, я не ответил. Я прекращаю отвечать тогда. Все. Если хоть один раз что-то прервет, я дальше не продолжаю. Зачем мне это нужно? Самое главное, ты не услышал. Все на этом. Я извиняюсь. Продолжайте, пожалуйста. Не надо это. Извинение, это пустое слово. Надо изменяться. Ты же слышал, что я продолжаю говорить. Предложение не окончено, встреваете. Глуп человек, который дает ответ, не выслушав. Все. Еще вопросы. Я хотел пояснить. Так, все. Больше тебе не отвечаю сегодня. Пока думай. Понятно. Вот тоже по таинству исповеди прозвучал вопрос. У меня был такой вопрос возник буквально пару дней назад. Вот. Игнатий Тихонович, вы неоднократно говорили, что у православных им не достает рождение свыше. Многим, да? Ну, в православной церкви есть такое таинство исповеди. Оно как бы причастно к этому. Потому что, чтобы нам возродиться свыше, нам надо исповедовать. То есть исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Исповедовать свои грехи. Правильно? Ну, если в православной церкви присутствует таинство исповеди, то почему же тогда, если православные идут перед причастием в храмах к исповеди, почему у них не происходит это в рождении свыше? Вот, допустим, у сектантов у них нету таинство исповеди, но при том они возрождаются свыше. Как это объяснить? А в православной церкви есть таинство исповеди, и при том православные не возрождаются. Ну, кто-то может быть да, но большинство как бы этого не происходит. Как это объяснить? Тут объяснять даже не надо. Вы, говорит, очищены через Слово. А это не означает, что только для православных или баптистов. Кто бы ни брал Слово Божие, он первый раз попал один листик Евангелия, говорит, я узнал, что это грех. Я, говорит, больше не стал делать. Он уже очищен. У православных Библии нету, Евангелия нету. Она не на первом месте. И когда люди приходят, то некоторые даже одно Евангелие еще не прочитали. Вот и весь ответ, о каком рождении. А баптисты как? Я еще говорю раз. Рожденные через Слово, признавшие себя грешниками. И они засыхают на первой ступеньке. Дальше не идут. В церковь не входят. Это Бог делает. А кто? Как обратиться? Но никак. Вера от слышания. Слышание не от того, что кто-то бубнить будет непонятную псалтырь, как Ломоносов говорит, а через Слово. 10-17 послания к римлянам. Вера от слышания. Слышание от Слова Божия. Тут надо вздрогнуть и закричать, караул горим. Как на Суде Божьем будет отвечать и патриархи, и все. На первом месте не поставлено. А возьми там что-то, почитай. Книгу какую-то, молитвослов. А вот ты приходи там, съезди туда-то, возьми то-то. Все это подделка. И ввели одно слово во церковление. Я считаю, одно из самых поганых слов. Родиться свыше. Почему проповедей нету? А потому что они не рожденные. Почему об этом говорит Геннадий Фаст? Потому что рожден. Вот весь ответ. Он не может говорить, что не пережил. Что-то может подражательное, а это нельзя сделать. Вот сейчас бы говорят, просто конкретно вас, вот меня, поставили сегодня патриархом. Вот что бы самое первое, да сделать не надо ничего. Просто я сказал бы, немедленно сегодня же переменить названия миссионерских отделов. Их нельзя создать. Благовестнические могут быть. Благотворительные, певческие. Но не миссионерские. Миссионерские отделы Бог не составлял. Только два человека идут. Два. Два. Миссий больше не бывает. Два. И двенадцать апостолов, семьдесят по двое, и Кирилл и Мефодий двое. Это труд Духа Святого. Человеку нельзя этому научиться. А как вы узнали, с кем разговаривать? Вот тут и кончилось твое обучение. Он учится пять лет в академии. Я с ним встречаюсь. Вот я говорю, сейчас мы разговаривали. Ты кому хотел бы сказать? Как кому? А никто не хотел слышать. Вот ты слепой. Я говорю, а вот этот человек стоял-то, больше всех противоречить пытался. Он больше всего расположен. А как вы узнали? Никак я не узнал. Господь открывает. Ну а как это проявится? Не знаю, я говорю. Мы сегодня после обеда придем к этому храму. Мы сегодня немножко тормознем в пути-то. Этот человек первый подошел. Простите. Этот, который со мной спутник, он такие удивленные глаза. Он подходит. Я дальше противоречил. Я не знаю, что со мной случилось. Это я с тещей не поладил. А на вас решил зло сорвать. Вот и все. А как вы узнали? Никак нельзя. Это нельзя преподавать. Миллион уроков пройдет, он пустышкой останется. Поэтому миссионерские отделы с такой яростью нападают на рожденных свыше. С яростью. Потому что пока он жив, они мертвые, мертвящина их не слышно и не видно. А он сразу выявляет. Что делать? Вернуться к истоку. Каждый должен на исповеди сказать, читает ли Евангелие, просит ли рождение свыше. А его разно объясняют. Самый простой метод объяснения в трех пунктах заключается. Докажи человеку, что он умер. Не просто я долго в церковь не ходил и батюшке что-то скажет, ты умер. Патриарх Алексей II говорил, нам необходимо реставрировать человека. Он не рожден и свыше. Такие слова говорят, мертвеца нельзя реставрировать. Можно накачать ему улыбку, у мертвеца сделать. Сейчас умеют это делать в морге за особую плату. Здесь речь идет о рождении свыше. Признать, что ты погиб, погиб окончательно. И главную фразу вбить. Бог никогда никому ничего не прощает за так. Не прощает. А почему? Он не может простить. Он не может. А почему? Это не его свойство. Бог не может солгать. Это не его свойство. Не может. И Бог не может быть неверным в своем слове. Смотри, сколько не может. И все к Богу всемогущему относится. Вот это ты должен понять. Ты должен понять, что при всей твоей милостыне ты будешь в аду. Я могу обратиться ко своей биографии. Я с детства был приучен давать милостыню. Самому не начать. По маленькой копейки на кирпич хлеба за неделю накоплю. А рядом нищая сидит напротив моего окна. Я обязательно пойду помогу. Зачем? Я не могу сказать. Это в меня вошло. Я не делаю те грехи, что люди. Я не лгу. Я не курю, не пью. Там не знаю женщин. Но внутри меня все время звон стоял. Я погиб, погиб окончательно. Ад для меня приготовлен. А мне уже 20 лет. Я в армии. Я совершенно чужой для этих людей. Как бы. Но я мертвый. Я ищу. У православных этого нет. Вот это и есть избрание. И днем, и ночью у меня только одно. Ну, можно ли приблизиться к Богу? Не спастись. Здесь мне хорошо с Богом. А как я умру, я в ад пойду. Мне никто не мог бы убедить, что я спасусь. А сегодня ходят и ходят, шатаются, свечки ставят. Я мертвец. Кто мне это сказал? Священника ни одного рядом не было. Евангелие в руках не держал. Внутренний голос мне говорил. Ты погибший. Безвозвратно. Ты навеки в аду будешь. И поэтому я, уходя, плакал, рыдал. И только одно. Зачем я родился на свет? Зачем меня мать пустила на свет? И Господь, видя вот это, уже только осталось меня опрокинуться, упасть и сказать. Что ты гонишь меня? А кто ты, Господи? Вот это я расслышал. И поэтому православным нам нужно прийти к первому шагу. Признать, что они погибшие окончательно. Никакое причастие не поможет. Второе. Поверить, что возмездие за грех смерть и грех мой. Вот у баптистов, у них очень хорошо поставлены. Лично твой Спаситель. Не просто Спаситель мира, берущий грех на себя. Но Спаситель мой. Это мой пришел Спаситель Божий Сын. Я к ногам Его пронзенным с раскаянием иду. Грех мой, кровью причистой мой. Смыть молю. Да, смыть молю. У православных нет таких песен. Грешный, многогрешный, супергрешный, архигрешный. Это никого не привлекает. Да, я падший грешник, но он меня спас, он меня избавил, он меня воскресил. Так, встань спящий, воскресни из мертвых и осветить тебя Христос. Вот мы это считаем 2.5 к Ефесянам. Мертвый. Сын мой был мертвый, я жил, его нельзя реставрировать. Он мертвый был, он был далеко. А теперь он пришел, пропадал и нашелся. И ангелы радуются. Они не радуются, что ты свечки зажигаешь, что ты кутью ешь. Видишь, как мы беседовали с Александром Менем, он говорит, такое впечатление складывается, что Христос приходил научить нас правильно варить кутью. Вот и все. Вот отсюда все. Два пункта вот эти пройти, что он умер за меня. И поэтому я всем обязан, и талантам, которые дал землей, и воздухом. Какая десятина? Все 100% ему принадлежат, но он мне дает 90, и говорит, а мою десятину верни. Вы обкрадываете меня. А сегодня о десятине говоришь, они мертвецы, они воры. И третье, абсолютно без этого никуда. И даст дар Духа Святого. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Покайтесь, веруйте, как? Для прощения грехов примите крещение и получите дар Святого Духа. 2.38 Евангелия. Деяния апостолов. Деяния. Выхода никакого нету. А здесь для нас очень хорошую помощь могли бы оказать баптисты, которые веруют в Троицу, соблюдают воскресенье, в суд вечный. И когда они приходят в церковь и каются. Один из них, отец Геннадий Пас, еще раз говорю. Пока он живой, обратите внимание. Даже которые знатные сегодня священники, много говорят, выходят. А они не такие, как он. Нет. Здесь другое. В нем все время горела жажда. Почему он у меня один вечер такой побыли, и он переменил все. Немец. Минонит. У баптистов он руководитель молодежного там кружка был. Он встал и сказал, все, с прежним покончено. И это вся беседа записанная. Она у нас в книгах, ее теперь в Word перевели. Вот это и должно быть. А сегодня начинаешь говорить, мне священники сидят про Таиреи. Так если так, то я должен тогда с соглашенными выйти. Я говорю, да сделай хоть одно доброе дело в жизни. Выйди. Выйди. А ты что кончал? Ну, я Академию Московскую. Вот и все. А этого не знаешь. А выйди туда и начни плакать со всем народом. И два священника мы беседовали, и Господь их в сердец коснулся. Один игумен. И они вышли к народу, обратились и говорят, мы неверующие. Мы христианами не должны называться даже. Мы, мы, именно мы священники. Друг перед другом красуемся только. И началось возрождение. Люди, которые на меня нападают, а не кучей нападают, я называю их Кодло Патриарши. Кодло-то кучей собаки когда. По одному, если выйдут, от него ничего нет он. А поэтому я смотрю на это, как ветер в пустыне, дышащий жаром. Поэтому ваши вопросы все правильные. Я вот гляжу, наблюдаю, вам Господь дает это понять. Поэтому встань и иди, расскажи. А как это? Не знаю я как. Это надо говорить. В телефонном разговоре, в интернете, соседу рядом. Ну, Бог тебе должен показать именно вот этот последний акт. Кому сказать и как? Как? Чтобы он сказал, что нам делать муж и братья. Иногда Бог прямо показывает. А то скажет, вы берете много на себя. А ты не возьмешь много. Нисколько на тебе еще нету. И тогда ты будешь плакать с плачущими. А где это? Назовите, какой священник плакал после исповеди? Так это еще не все. Он дальше должен его вести за руку. Тайная исповедь, а не 20 человек рядом стоят. Отдельная комната должна быть. А у католиков, у них по-другому. Он тщательно разбирает. Он спрашивает. И ты впала в грех. А с кем? Да я тут послушник один у вас. Значит, это будущий священник. По канонам он уже не может священник. Это не маловажное дело ты сделала. Ты погубила его. И далее он рассказывает, что она должна делать. Как избежать встречи с ним. Православный поп ничего этого не знает. Ну и Николай Семенович Лесков высмеивает это, когда православный батюшка с Сензом познакомился и вот так подробно расспрашивает. Это, говорит, надо узнать, чтобы дальше не было. Неповторимый грех был. Нет, нет, он ушел и все. Я отвлекусь только. Вот беседую с Амросием Юрасом. Идем тут в одну деревню. Поехали. Ну, я говорю, ну ты исповедуешь. Да, там по сто с лишним человек. А что? Да, опять те же грехи. Приезжают те же люди. Опять тоже. Я говорю, это напоминает мне бочку, в которой два ведра куриного помету высыпали. Разболтали, раскрутили ее. Это исповедь идет у тебя. А потом все осело. Оно из бочки-то никуда не делось. Он услышал, это дальше я про Лескова скажу. И он думает, теперь я буду так исповедовать. Да узнавать, чтобы не повторился грех. И вот она подходит и на исповедь, батюшка, я согрешила. А что ты, дочь моя? Я украла. Раньше он много не спросил. А этот Ксен всего научил. Он говорит, и где же ты украла? Да я воде служу. Там что-то с каким-то отроком занимается. Он думает, она сейчас скажет, что с ним грех пол нет. Говорит, я своровала. А что своровала? Да у них, говорит, двое часов там. Одни маленькие были часы, а другие настенные, там два метра высотой. Ну, я, говорит, взяла в рот и меня нигде не видно было и вынесла. А он говорит, а какие часы? Те, которые двухметровые, проглотил это. Дальше он показал, что опыт одни. Ну, двое часов. Ну, маленькие, конечно, ручные. А какие часы? Может быть, он это гиперболой так выразился, Николай Семенович. Но это интересно. Этому надо учить. Вот почему он к ней не прикасается. Сидит в отдельной исповедальне. Сейчас походные продаются. Это правильно. Она его не видит. Оно как жалюзи наклонные там прибитые, эти дощечки-то где-то. Отдельно подходит. Никого рядом нет. Ну, почему не научиться-то? Ну, и не это главное. У католиков самое ценное, как я узнал, самое ценное. Я с ними беседую. Я говорю, Ксензам, скажите, что самое главное у вас? Вот такое, чтобы православного принять? Он не знает. Нет. А скажите, у вас священники бывают где-то в других странах? Конечно. А они обязаны возвращаться, приходить где монастырь? Да. Две недели сидеть одному. О! Вот в мусульманстве что самое главное? Намаз. Пятикратный. Молитва. Все собираются. Их нельзя победить. Они на молитве сродняются. Они как монолит. А у нас в одном месте собрать 100 мужиков невозможно. А они в одном месте и в каждом месте соберут всех до одного при том. Всех. Вот как. У каждого надо брать намаз. У нас семикратный. И когда я беседовал в доме Мулы, и они удивились. 118-й псалом, 164-й стих. Так мы славим не просто Аллах, а иля иллаха. Говорим, а что за суды Божии благодарите. Семикратно в день. Семикратно. Понимаете? Не считая утренней и вечерней молитвы. А с ними девять получается. Вот так. Молитесь так. Повеление Божие такое. Ой, как мы уважаем этих русских людей, которые молятся. Они любят их. Это я убедился на самом деле. Вот маленький вопрос. А сколько в нем? И каждый ответ он должен коснуться тебя. Завтра. Прочитай 118-й псалом, 164-й стих. И распределить день. Как? Есть возможность или нет? Или только в уме? Вот он мусульманин. Останавливает автобус шофер. При советской власти. Одна приехала. Я, говорит, тороплюсь на вокзал. Автобус стоит. Я выглянул. А шофера-то и нет. Я говорю, а почему шофера нет? Она говорит, а ты посмотри на улицу. Она посмотрела, а он там расстелил свой до Старханта. На коленях стоит молиться. И сколько он будет? Ну, у него это недолго. Там, может, минут пять. Да вы что? При всем народе молятся. Да, он показывает там обвинение. В Ташкенте, при советской власти. Мы в Баку были. Мы стоим у кассы. А они подошли, расстелили там женщин отдельно молиться. Мы, недолго думая, вытащили одеяло байковое. Расстелили рядом и тоже все. А мы 8 человек. Понимаете? А милиционер ходит и как будто нас не видит. Да у нас в Новосибирске только начал молиться. Он подошел сразу. Гражданин. Это не церковь. Здесь молиться нельзя. Как нельзя? Я проведал. И прямо в очереди человек обратился. Нам ждать нельзя, господин милиционер. Мы встали на колени. Прославляем Бога. Чтобы вас не убили сегодня. Он смотрит. Чокнутые двое-то и пошел. Ты везде и всюду будешь издавать благоухание. Запах живитель на жизнь и на смерть. А то у тебя совершенно другая жизнь будет. И на тебя будут нападать каждый день отовсюду. Почему? Господь говорит, гнать меня будут гнать и вас. А ты верующий, тебя никто не гонит. Я могу похвалиться Господом моим. У меня много врагов. Конечно, и друзей много и больше. Что бы ни сказал каждый день. Каждый день на меня нападают, ну, я примерно, думаю, 85 человек. Я их блокирую, они вылазят по другим видам или другие люди. Каждый день. Притом скверные слова говорят, выговорить даже нельзя. Я спрашиваю, у кого такие есть ресурсы свои, на вас нападают? Нет. Ну, у нас самое простое. Иоанна Златоуса считает, а они мерзкие слова говорят. Он считает. С детьми мы собираем ягоды, а он богохульствует, нас поносит. Всех-то такие, да в рот вас нос. Я ничего не могу сказать, кроме сказать, дивен ты Боже. Обрати этого человека. Вот так, Евгений. Спасибо, Христос Игнарид Тихонович. Аллилуйя. Благодарю. Хороший ответ. А вот, братья, это Роман Фройков. А Евгений Трапков, может он тоже, но и братья, вот сказать, вот если, допустим, тоже опять, о покаянии общими словами, да, вот что, священник, если, ну, вижу, что вот он не сможет мне помочь как врач, да, он никакой как врач, хотя он называется врач. Тогда я, чтобы его, чтобы и не его не занимать, и вот, могу я ему общими словами, то есть Бог прощает эти грехи, если я все равно покаялся-то Богу. Ведь священник же говорит, что он прощается тебе все грехи. Вот такой вот вопрос. Перейдите, пожалуйста, Игнатию Тихоновичу. Евгений Трапков. Такой вопрос. Ну, не знаю, может Игнатий Тихонович понял-то вопрос, как мне его переводить? А ты переведи, раз спроси, с Фроликом сегодня не разговариваем, он повел себя недостойно и пускай думает об этом. Это ваш вопрос, не его. Задайте. Ну, насколько я понял, как бы, да, когда на исповеди к батюшке подходишь, то вроде как до конца-то я не понял это. То есть не говоришь ему конкретно, грехи не называешь, а говоришь общими словами. То есть грешен против, каюсь, не люблю Бога, не люблю ближних, да, как вот две заповеди, все заповеди сходятся двум. А конкретно не говоришь, что там вот это, и это, и это, и это. Ну, я понял, я понял, я понял. А мне тоже было как-то, я только, ну, я же считаю, только вошел в православие, а исповедоваться-то надо. А в русской традиции ты причаститься не можешь без причастия. А у греков здесь, у них, значит, они отменили такие исповеди, ты их как бы не докучай. Вот если ты согрешишь грехами, отлучайся от церкви, быстро беги на исповедь. А такие грехи ты как бы священника не докучай слишком сильно. Ну, если ты все время гневаешься, гневаешься, все время ты с этим гневом бегаешь к священнику. Вот, и я как-то подхожу на исповедь, ну, и что мне говорить, не знаю я, что мне говорить, а что-то же говорить надо. Ну, говорю, каюсь в грехах вольных и невольных, и дальше молчу, и не знаю, что сказать. Ну, такое у меня тоже было. То есть, получается, я же ничего не называю, а какие вольные, а какие невольные, и ничего я не назвал фактически. Что священник-то, а из этого ты узнал, а вольные и невольные какие-то, что за грехи. Ну, примерно так, да, Роман? Ну, вопрос самый главный, прощаются ли грехи те, которые как бы не произнес слух, просто умом ты их назвал, понимаешь, в чем кажешься, но священнику не называешь. А говоришь общими словами, не любил Бога, не любил ближних, ну, допустим. Роман, получается, вы скрыли какой-то грех? Нет, я перед Богом-то не скрываю, Бог-то все равно знает. Ну, конечно. А я скрываю, да, перед священником, как бы, получается, скрываю, чтобы священник не занимал время там, не размышлял на эту тему, как бы, потому что он все равно и мне не поможет, и сам заблудится может где-нибудь там. Я понимаю, что он не прощает уже так грехи, священник-то он свидетель, он свидетель Богом, а прощает грехи только один Господь Бог. То есть даже если, я так понимаю, если даже не называешь грехи, но ты в сердце-то подразумеваешь Господь, то сердце видит, что... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok